Удивительно, даже птицы не пуганные здесь. Мы не решились расспрашивать ни одного из находящихся здесь людей о том, где же нам найти кусочек японского кокоро или корокоро. Настолько серьезно люди относились к посещению этого замечательного исторического места. А вот здесь, в небольшом прудике, плавают священные карпы, кои. И тронуть их не поднимется рука ни у одного японца. Не дай бог, не дай бог Амида Буцу. Да сжалься над нами, если кто-нибудь хоть пальчиком тронет этих карпов. Конечно же, мы тоже не решились этого сделать. Мы просто благоговейно, со священным восторгом внимаем этой красоте. В русских народных сказках Кащеева душа находилась в яйце. Яйцо в сундуке. Сундук на дереве. Или наоборот. Да в общем, в принципе, это и не важно. Может быть, и японская кокоро прячется за этими дверями. Уж совсем было отчаяние, что мы садили в поисках кокоро на улицах Токио. Но добрые японцы предложили нам этот чудо-агрегат. И сказали, садитесь, езжайте и кричите. Граждане японцы, где находится ваша кокоро? А вось кто-нибудь и отзовется. И что же вы думаете? Отозвались. Владельцы музыкального драндулета сказали нам, сегодня выходной, дуйте прямиком в район Харадзюку. Там увидите и кокоро, и коро-коро, и вообще все, что вашей душе будет угодным. Ну, мы и покатили на метро. Надо заметить, что почти все ветки токийского метро проложены поверху, а не под землей. Поэтому ехать в нем довольно интересно. Ну, а если еще встретишь незнакомку, с двумя мечами за спиной становится интереснее вдвойне. Но то ли девушка, то ли виденье исчезло, растворилось в толпе, а нашим глазам открылось другое, не менее интересное зрелище. По выходным в Харадзюку собирается прикинутая молодежь в прямом и переносном смысле. С одной стороны здесь тусуются модные современные тинейджеры, с другой сюда стекаются вполне приличные девочки-отличницы учащейся колледжей, которые только здесь могут нарядиться плохими девчонками, средневековыми лолитами, раскраситься, раскрепоститься и оторваться на полную катушку. Но только на два дня. На следующей неделе они снова станут послушными и прилежными девочками. Да, вообще-то чудаков здесь хватает. Каждый отрывается как может. Полную кору-кору. Каждый отрывается как может. И вот этот дед-покемон с живыми золотыми рыбками в ушах с удовольствием согласился пообщаться с нами. И на вопрос, где же находится японская кокору, сказал, ну это душа самурая. Ну а нам пора возвращаться в доджу сенсея Мабуаки Канадзава. Вечером мы попали на тренировку детской секции. Вечером мы попали на тренировку детской эзи. Субтитры сделал DimaTorzok Скажите, а у вас был другой выбор? Вот ваш отец известнейший мастер каратэ, он известен во всем мире. У вас, как у мальчишки, был другой выбор или нет? В 18 лет я начал заниматься каратэ, а до этого очень серьезно заниматься баскетболом и очень успешно, между прочим. В зал каратэ ходил так просто, время от времени. Но когда пришла пора поступать в университет, мой отец, Канчу Каназава, сказал мне, ты должен сделать свой выбор. И вот я решил, что должен следовать пути, по которому шел мой отец, и продолжить его дело. Таким образом, я выбрал каратэ. Поэтому, с одной стороны, выбор, конечно, был, а с другой стороны, никакого выбора у меня и не было. Путь, по которому вы пошли, путь каратэ, это очень тяжелая, порой изнуряющая работа. Было такое время, когда вы так сильно уставали, что вы говорили своему отцу, что я больше не хочу, я хочу прекратить занятия каратэ. Тренировки в университете были очень тяжелыми. Мы занимались до полного изнеможения и буквально ввалились с ног. Но мы не должны были показывать свою усталость. Хотя иногда я думал, конечно, что больше в зал не приду ни за что. Но на следующий день опять одевал доги и шел тренироваться. Я тоже один из тех пор, но тогда я работал каждый день, каждый день, в университете. Как бы там ни было, на самом деле, каратэ все равно остается боевым искусством Японии. И до конца понять ее бывает европейцев очень сложно. а вы видите, как здесь много европейцев. И это очень большой плюс именно для этой группы, поскольку привлечь европейцев к себе в залы — это дорогого стоит, и в этом, конечно, большая заслуга «Канчо Хераказу Каназала». Как себя чувствуете? Лучше? Почему лучше? Ну, мне очень нравятся тренировки, но это же тяжелая тренировка. У вас такая улыбка прекрасная после такой тяжелой тренировки. А, я люблю трудиться, мне нравится. А какая ваша любимая форма? Кота какой любимый? Басайшо мне очень нравится. Как вы сейчас себя чувствуете? Простите за нескромный вопрос, а сколько вам лет? 57. О, а что бы вы сказали молодым парням, которые только начинают заниматься? Никогда не прекращайте тренировки. Вы знаете, вот организация «Шотокан Карате» — очень большая и сильная организация. Как вы считаете, важно выбрать какой-то один стиль заниматься, или совершенно неважно, каким стилем заниматься, лишь бы заниматься? Один стиль. Может быть, это не важно, какой стиль вы практике? Так. О, а что вы видите?